Привет, с вами Sawyer. Знаете, недавно один из подписчиков задал вопрос. Можно ли написать программу, используя только 16-ти личный редактор? Наверное, он хотел пошутить, но не знал одного. Знаете чего? Правильно, Sawyer шуток не понимает. Поэтому, как говорится, спрашивали, получайте. И в этом видео я покажу, как можно написать небольшую программу, точнее функцию, в машинных кодах и скормить ее непосредственно к процессору. Но, прежде чем мы перейдем к практике, нужно утрясти пару моментов. Первый – это операционная система. Да, с одной стороны, операционная система, ну, очень нам помогает в решении многих рутинных задач. С другой стороны, если бы мы написали исполняемый файл с нуля, со всеми заголовками, со всеми инициализациями и так далее, то, наверное, в рамках видео мы бы просто не уложились. Поэтому мы немножко схитрим. Такой, знаете, небольшой чит. Мы напишем программу, которая будет скомпилирована стандартным образом. И вот уже эта программа будет брать наши машинные коды, размещать в памяти и скармливать процессору для исполнения. Есть еще одна проблема, которая заключается в том, что процессор не будет выполнять что попало. Все дело в том, что в 86-й серии, уже, по-моему, с 286-х процессоров пошла такая штука, которая называется NX-бит, бит исполнения. То есть определенные куски памяти помечаются как исполняемые, а другие как неисполняемые. И если мы запишем наши коды в стандартные участки памяти, такие как стек, куча, бсс-сегмент или дата-сегмент, исполнить их мы не сможем. Потому что операционная система, она такая вредная штука, которая ставит не-executable бит для этих участков. Поэтому нам нужно создать свой регион памяти, который будет, во-первых, перезаписываемым, во-вторых, исполняемым. Слава богу, что операционка пока не противится такому хитрому трюку. Собственно говоря, что у нас получается на выходе? Во-первых, мы должны сделать программу, которая будет исполняемым файлом, которая будет загружать наши данные в исполняемый сегмент или регион памяти и передавать на исполнение процессора. Собственно, этим мы сейчас и займемся. Ну а потом попробуем написать небольшую программу, которая будет размещаться в памяти и выполняться. И сделаем это чисто в 16-ти личных машинных кодах. Ну что, хватит сухой теории. Давайте посмотрим, как же на практике выглядит все то, о чем я вам сейчас рассказал. Я создал отдельную программу, которая будет заниматься тем, что загружать двоичные команды из файла, размещать их в памяти и выполнять. И я не буду в реальном времени набирать эту программу. Я просто вам сейчас коротко объясню, как она работает. И я думаю, этого будет более чем достаточно. На самом деле программа состоит из трех основных частей. Первая часть – это загрузка данных. Я жестко забил название файла source.by. Его читаю в двоичном режиме. Вот так нехитро я нахожу его размер. Вывожу на экран. И вот здесь вот вторая часть – это размещение кода в хип, в куче. Все фишка в том, что я не смог придумать красивого способа сразу загрузить его в нужный регион памяти. Поэтому я прокидываю его сначала через кучу, этот код. С кучей в чем проблема? Значит, у нас есть четыре сегмента, которые автоматически создаются для процесса. Это stack, куча, bss, data. И все эти четыре сегмента, они неисполняемы. То есть данные, которые мы там размещаем, нельзя скормить процессору для выполнения. Если попытаться, то будет выдано исключение segmentation fault. Поэтому здесь я использую кучу только как промежуточное место хранения кода. Вся магия происходит вот здесь. Здесь я создаю специальный регион исполняемой памяти, где можно, во-первых, записывать данные, а во-вторых, исполнять. И именно сюда копирую из кучи сохраненный код. И вот этот код, который размещен именно вот в таком регионе исполняемой памяти, может быть исполнен процессором. Ну и дальше хитрый трюк. Я говорю о том, что вот этот регион памяти, который я создал, это есть функция. То есть указываю на начало этого региона, как на начало функции. И теперь я могу сказать процессору, чтобы он выполнил команды, которые я загрузил, с помощью вызова обычной функции. Вот я указал, что функция у меня размещена в конкретной области памяти. И теперь просто ее выполняю. И, собственно говоря, из этого следует, что код, который мы размещаем в файле source.b, должен быть валидной функцией. То есть для нее должен быть задан пролог, эпилог, ну и какие-то полезные действия. Я задал два возможных параметра 7.5 и в соответствии со стандартами передачи параметров, они будут сохранены в регистрах EDI и ESI. Ну, помним, есть STD call, fast call и другие соглашения вызовов. Об этом, может быть, как-нибудь в другой раз поговорим. Все, программа на этом заканчивается. И мы ее единожды компилируем. И дальше весь код, который мы будем делать, он будет запускаться без какой-либо перекомпиляции данной программы. Она будет брать тот код, который мы сохраним в файле, и запускать его. И вот теперь вторым шагом нам нужно создать тот самый код, который мы будем запускать. И для этого у нас есть функции фреймворка Radar, возможность записывать 16-ти ричные значения прямо в файл. Запускаем для этого с ключиком "-w". Окей, но несмотря на то, что я могу казаться очень умным, наизусть все коды я не помню, поэтому мы опять же воспользуемся функциями Radar, чтобы проассемблировать конкретные команды ассемблера. Для этого используем команду PA. Ну и первое, что идет в функции, это пролог. Пролог начинается с pushRBP, это обкод 55. Дальше идет moveRBP, RSP, да. Это вот стандартный пролог. Здесь еще можно было бы сделать выделение места на стеке, но нам не надо. Дальше мы хотим что-то вернуть, например, из этой функции. То есть функция должна быть очень простой, чтобы много не набирать. Поэтому, опять же, воспользовавшись соглашением вызова, мы знаем, что то, что будет записано в EX и будет результатом работы функции. Давайте туда запишем значение 5. Ну и потом идет стандартный эпилог. Он должен восстановить значение RBP и должен сделать возврат из функции. Вот, собственно, все необходимые обкоды, которые нам нужно записать в файл. Теперь мы просто говорим о радару, писать в 16-ричном виде файл и перечисляем эти обкоды. Кстати, вот этот обкод здесь перечислен очень большим. Он реально может быть оптимизирован, но не буду сейчас это пытаться сделать. Все записали. Вот, проверили, что есть. И вышли. Окей. И теперь мы должны попробовать запустить нашу программу. Все сработало. Смотрите. Вернулся результат 5. Это ровно тот результат, который мы записали. Ну и размер 11 байт нашего бинарного файла. Без всякой компиляции мы можем взять, снова сюда зайти, ну и скажем поменять вот это значение на шестерку. Как вы догадываетесь, запустив параметр, мы получим результат равный 6. Окей. Это мы сделали очень простую функцию. Давайте теперь немножко поиграемся с параметрами. Ну давайте, например, вернем второй параметр, который передается в функции, как результат функции. Для этого мы заходим опять же в функцию и смотрим EAX, ESI. То есть у нас второй параметр лежит в регистре ESI. Переписываем. 4089F0. Переписываем нашу функцию. Запускаем. И вот видите, второй параметр вернулся. Если хотим вернуть первый параметр, то нам нужно уже взять регистр EDI. Как вы видите, очень все взаимооднозначно ассамблируется и очень даже все просто выглядит. Вот теперь наш двоичный код будет возвращать уже первый параметр, который равен семерке. Все. Мы сделали программу, которая умеет выполнять в режиме реального времени двоичный код. Я надеюсь, вам эта информация была интересной и вы расширили свои познания в программировании. Если вам понравилось, ставим лайки. Если вам было что-то непонятно, задаем вопросы. Но на этом все. С вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания. Продолжение следует...